Итак, всем привет! С вами Надежда. Сегодня попытаюсь коротенькое видео, просто выскажу свое мнение, свое видение. И предупреждение, скажем так. Как вы знаете, канал у меня для друзей, для единомышленников, для добрых людей. Но иногда заходят на канал такие люди, которые почему-то думают, что не могут обзываться. Например, обзываются попрошайкой. И вообще странная ситуация складывается, видимо, из того, что люди недопонимают. Хотя, наверное, мне кажется, другая там причина, ну, назовем ее так, недопонимают. Так вот, я хочу сегодня в этом видео объяснить, рассказать, чтобы люди стали больше понимать. Мы с вами, и я, и вы находимся на ютюбе как кто? Как гости. Гости на этой платформе. Эту платформу создали какие-то умные мужи. И они установили здесь правила, что можно, что нельзя. Дали права какие-то мне, как создателю видео. Дали права вам, как комментатору и зрителю. У меня есть, например, право поставить сердечко под тот комментарий, который мне понравился. Или лайк. У меня есть такая функция, которая дана мне ютюбом. Если мне не понравился комментарий, удалить его. Хотя я этой функцией никогда не пользуюсь. Если мне не нравятся комментарии, это не комментарий мне не нравится, а человек. И я просто удаляю человека. Кстати, это тоже функция, которую дал мне ютюб. Дал мне, так сказать, инструмент в руки. Говорит, на, Надя, ты создатель видео. Надя, держи тебе все инструменты. Работай. Также он мне дал инструмент отправлять кого-то в бан. Какие-то фильтры ставить на канал, например, матов. Правильно? Вы же не видите матов на моем канале. Именно потому, что стоит фильтр. Также на всякие некрасивые, российские, всякие плохие слова, предложения, словосочетания тоже стоит фильтр. Также стоит на ссылке. То есть, если вы захотите мне какую-нибудь ссылку прислать, она не пройдет. Она застывает в фильтре. Иногда бывает, я заглядываю в этот фильтр, ну, не так часто. Это сделано специально, потому что некоторые приходят на канал и просто под каждым видео по 10-20 ссылок. Ну, такие как боты, спамы, я не знаю, как их назвать. В общем, поэтому такой фильтр стоит. Ютюб дал мне все эти инструменты. Он также дал вам возможность, как зрителю, оставлять комментарии, ставить лайк, ставить дизлайк, подписываться, отписываться. Это то, что вы имеете право. Но мне, как создателю видео, так называемый creator, то есть создателю, мне дали еще одни возможности, которые у меня есть. Это, во-первых, подключить монетизацию. Ну, как я говорила в предыдущих видео, она сейчас работает очень хило, если не сказать, что вообще не работает. Ну, ладно. А также у меня есть такой инструмент, который мне Ютюб предлагает. Если хочешь, можешь пользоваться. Это donations. Если по-русски, то это благотворительность. То есть за свой труд я предлагаю вознаградить меня копеечкой, если зритель хочет. И это не называется попрошайничеством. Это называется правило этой платформы. Я могу сравнить это все равно, что вы бы пришли на какой-нибудь, я не знаю, какую-нибудь выставку картин, где каждый художник, ему дали кусочек места, стены, и он там показывает свои работы. А также эти художники, их там много, поставили копилочку. И кому, какая у тебя картина понравилась, какой художник понравился, ты можешь, если ты хочешь, положить копеечку. И тут приходит такая мадама и начинает возмущаться. А что это тут ты попрошайничаешь, тут картины, я вот ходила, посмотрела, конечно, хорошо, да, ну а что это ты попрошайничаешь, что это я тебя должна, попрошайка. Взрыв мозга просто, люди, я не знаю, такое впечатление, что Господь отнял вообще разум, отнял логику, мышление отнял. И просто у меня взрыв мозга от этих людей. Вы приходите на YouTube, чтобы потреблять. Ну так потребляйте. Если вам нравится, кладете копеечку, не нравится, проходите мимо. Там еще много очень блогеров, которые, может быть, вас как-то по-другому зацепят, и вы проникнетесь к ним, и станут вашими любимыми блогерами. Тут клуб по интересам. Вы пришли ко мне, и начинаете мне в моем клубе по интересам возмущаться, что вот у нас вот... Меня вот честно это так раздражает, потому что, ну, я считаю, что это просто оскорбление. То есть человек приходит и пытается оскорбить, сказав то, что ты человек, который творит, который делает видео, покупает музыку, покупает камеры, покупает оборудование, тратит время, чтобы снять, потом время отмонтировать, чтобы это выложить, чтобы это было красиво выглядело, красиво слышало, чтобы это был звук красивый. И ты, когда выкладываешь это, стараешься, и тебе говорят, ты попрошай. Ну, я, например, чувствую, что это какое-то, ну, я, конечно, извиняюсь, но просто быдло. Быдло, которое пришло на чужую платформу. Если ты пришел сюда, ты автоматически согласился с правилами этой платформы. И начинаешь качать свои права. Ну, я не знаю, другого слова у меня нет. Вот. И что я хотела сказать, как бы, ну, подводя итог под наш разговор сегодняшний, я хочу сказать о том, что любой, кто будет намекать или писать, что я якобы попрошайничаю, попрошайничаю, или что я попрошайка, без объяснений, без чего-либо, сразу же в бан. В бан без разговоров. Потому что я считаю, что это, ну, это свинство, это свинство. Приходить к блогерам, я знаю, что не только ко мне, так вот некоторые пишут. Вы, может быть, комментарии этих не видите, потому что я говорю, что я свои комментарии чищу. Да, я чищу. Я не удаляю комментарии, нет, я удаляю именно людей, потому что у нас клуб по интересам. У меня есть какие-то интересы, какие-то цели, мечты, какой-то вкус к одежде, к еде, к образу жизни. И если вам нравится, это здорово, тогда давайте вместе что-то творим. Не нравится, я не в обиде, абсолютно. Но тут клуб по интересам. И, ну, вот говорю, что все, кто пытаются влезть ногами в клуб по интересам, их в окно, они, вернее, как ты их в дверь выкидываешь, они в окно лезут, просто сразу в бан. Вот такое вот у меня сегодня короткое видео, надеюсь. Хотя, конечно, здоровым людям, воспитанным людям, которые с логикой дружат, в принципе, это объяснять не надо. Ну, я просто хотела высказаться, скажем, вот так вот. Для людей, которые это не понимают, которым не нравится то, что блогер имеет такой, такой, как это по-русски, инструмент, как донаты, если тебе не нравится, вот ты сейчас смотришь меня и думаешь, что за фигня. Этим блогерам дают такой инструмент, как собирать донаты. Я не согласен. Это твое право. Ты можешь, во-первых, нажать на крестик и больше не заходить на YouTube, потому что правила тебе YouTube не нравятся. Также ты можешь написать YouTube с предложением, со своим возмущением, что давайте изменим, уберем у блогеров donations и так далее. Ну, как-то вот так вот подойти. Либо можете создать свою площадку, на которой сделать свои какие-то правила и там как бы рулить и контролировать их. А так, получается, приходите на эту площадку, вы уже автоматически согласны с правилом этой площадки. Вот такое у меня сегодня видео. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok